Байкеры закрыли мотосезон. В этом году на мотофестиваль в Малаховку приехали более 200 любителей прокатиться с ветерком из Люберецкого, Раменского, Округов и Жуковского. На фестивале побывала и наша съемочная группа. К реву моторов жители Малаховки привыкли. Уже не первый год сюда на закрытие мотосезона приезжают байкеры. В их числе Анна Галаган. За рулем шамана, так девушка называет свой байк, мотоциклистка уже три года. Сначала было страшно, сейчас привыкла. А к вниманию со стороны мужчин водителей привыкнуть не успела. Ведут они себя по-разному. В основном лояльно пропускают. Плохих таких моментов меньше. Мало, очень мало. Мой рыжий хвост видит. Но хвост именно для этого, чтобы было понятно, что девушка за рулем. У Юрия Савченко любовь к мотоциклам с юности. Тогда он ездил на Яве. Пару лет назад купил вот этот байк. Говорит, мотоцикл – дорогое удовольствие. Стоит, как хорошая иномарка. Особенно, если учесть, что пять месяцев в году на нем не поездишь. Холодно и опасно. Он накрытый чехлом. Ну, просто смотришь, как потеплево, руки чешутся. Это же вещь. Это душа. Павел Курепин приехал на уникальном мотоцикле. Выпущен он в 1956 году. Стилизован подвоенный. Образца 43-го года. На его восстановление Павел потратил не один месяц. Сейчас все равно есть все запчасти, все схемы, все электросхемы, как восстанавливать, как это все происходит. Есть много видео, инструкций. Мотосезон 2020, по словам организаторов фестиваля, получился скомканным. Многие отменили путешествие по стране. Но для любителей мотоциклов всегда открыты двери клуба «Свобода двух колес». У нас есть своя мотошкола нашего клуба, где мы учим, опять же, ребят, девчонок, новичков. Ну, первая цель – это, конечно, философия езды. Философия езды. Конечно, если кто-то стоит вдоль трассы, нужно остановиться, спросить, может, тебе нужна помощь. То есть, корректное поведение. Ну, естественно, дружба. То, что нас здесь и объединяет сегодня. И в конечном результате, как я всем ребятам молодым рассказываю, ездить нужно не быстро, ездить нужно долго, до старости. На осенний фестиваль смогли приехать не все участники. Но главное, уверены в мотоклубе, не количество, а общение и дружба байкеров разных возрастов.